В центре у нас довольно сложно с парковками, поэтому это прям находка. Вы наверняка встретите много котиков. Не знаю, мне кажется, меня скоро уже обвинят, что я постоянно говорю о шопинге. То есть здесь мы платим за шезлонг, ну и можно заказать там дополнительную еду и напитки. Где-то за часа два до заката начинать вот свою прогулку. Тут еще, кстати, надо быть умельцем, чтобы в какой-нибудь из лавочек по дороге что-нибудь не купить. В этом видео я вообще не хотела вам ничего такого особо рассказывать. Ребята, всем привет! Я очень рада видеть вас сразу на двух каналах. Это Татьяна Дуран и канал Бамбарбетовы. Меня зовут, соответственно, Татьяна Дуран, я эксперт по Анталии. И сегодня я решила сделать перезапись своего очень популярного видео про Калейчи, про центр города Анталии, про старый город. Я его записывала аж три года назад. И вот там я рассказывала про наш старый город, как маршрут построить, как выглядит вообще старый город, что нужно посмотреть. В общем, самые полезные, интересные места, явки. Также карта у меня была, Google, на которую я наносила все вот эти вот места, по которым вы можете, конечно, посетить. Видео, на самом деле, до сих пор, хоть прошло и три года, оно актуально. Поэтому я ссылку оставлю вам в описании под видео. А сегодня я решила немножко изменить маршрут, сделать акцент на тех людей, кто будет на машине приезжать сюда, в Анталию. И также дать вам какие-то еще идеи, как можно составить маршрут и какие места, в принципе, нужно посмотреть. Ну и уже ориентируйтесь по себе, где вы захотите покушать, присесть. И, конечно, экспериментируйте, импровизируйте, не только в соответствии с тем маршрутом, который я вам предлагаю, но всегда есть момент такой, просто пойти туда, где вам, кажется, будет хорошо и интересно. Ну и теперь давайте начинаем. Начинаем прямо вот мы отсюда. Это новая наша парковка. Построили совсем недавно, открыли вот этот вот стадион. И вот эта парковка закрытая, платная, она открылась вот буквально несколько дней назад. И мне кажется, что она суперудобна, потому что вот реально заезжаешь, пожалуйста, паркуйся. Вообще в центре у нас довольно сложно с парковками, поэтому это прямо находка. Вот обязательно отмечу, и отсюда начинается наш с вами путь. Вот смотрите, по ценам тоже, в принципе, понятно. От нуля до часу, да, это 8 лир. Ну, в принципе, вот я думаю, надо нам ориентироваться на 15-18 лир. Примерно так, я думаю, столько времени вы здесь будете проводить. Также сюда можно на автобусе приехать. Здесь прям совсем рядышком есть у нас остановка автобуса. Так, а вот она, кстати, остановка. Это если мы с вами будем приезжать, например, с Коньи-Алты и со стороны Кемера. Здесь остановка 10.041 номер. Если мы с вами приезжаем с Лары, я вам остановку напишу. Она будет вот справа от нас сейчас находиться. Вам нужно будет, соответственно, сюда пройти. Так, ну а теперь что из интересного? У нас здесь открывается Карлаулу парк. Мы можем с вами прямо отсюда пройти вот сюда к парку, к самому. И там уже мы даже морюшку с вами видим. Мы сюда прогуляемся. Я покажу, что в парке есть интересного. В первом своем видео я, кстати, рассказывала о том, что парк был разбит в 30-х годах 20-го века. То есть парк, в принципе, уже довольно-таки старый, но очень симпатичный. Я очень люблю гулять по этому парку. Есть очень красивые панорамы, где можно фотографии сделать. Ну и вообще вид, конечно, шикарный. Но мы сейчас с вами держим путь в дом-музей Ататюрка. Я думаю, что все люди, которые когда-либо были в Турции, либо собираются навестить страну Турции, знают этого человека. Это самый главный супергерой вообще Турции. Мустафа Кемаля Ататюрка. Это первый президент. Немножко исторической информации. Хотя в этом видео я вообще не хотела вам ничего такого особо рассказывать, а просто места показать. Но обязательно прочитайте про Ататюрка. Кто это такой, что он сделал перед тем, как приехать в Турцию, чтобы знать вообще, как выглядит этот человек. Ну и на самом деле, действительно, первый президент Турции, благодаря которому вообще Турция стала именно такой, какой мы сейчас с вами ее видим. И образовал он Турцию в 1923 году. То есть Турция стала республикой. И вот как раз мы здесь прошли, я не знаю, мне кажется, шагов 50. И у нас с вами вот он дом-музей Ататюрка. Это музей, который бесплатный. То есть билет сюда покупать, в принципе, не нужно. Выходной понедельник. А так с 8.30 до 19 часов этот музей работает. Берете, заходите, смотрите, узнаете все про жизнь первого президента Турции. Теперь мы с вами нырнем в сам Карлолу парк. И если мы с вами пройдем от музея, то с левой стороны от нас будет мэрия города. Вот как раз белое здание. Вот это вот прекрасное здание. Это у нас мэрия. Пройдем немножко дальше. И выйдем как раз на красивую смотровую площадку. Турция вообще такая страна, где очень популярны отдыхи в парках. Во всех возможных парках. Хоть они у моря, хоть не у моря. Просто люди обычно берут такие раскладные стульчики, которые есть в машине у каждого человека, живущего в Турции. У меня в том числе. И просто приходят, ставят стульчики. Но тут вот ребята вообще не запаривались. Я думаю, после школы просто взяли что-то, на что можно сесть. Присели и вот отдыхают в прям парке на травке. Также здесь, в этом парке, как и во всех, в принципе, парках Турции, вы наверняка встретите много котиков. Потому что это вот живность, которая в Турции встречается постоянно и вообще везде. И котов в этом парке любят. Здесь для них есть еще и бесплатные кормушки, бесплатная еда. На что будете здесь гулять, наверняка вы увидите, где здесь кортиков подкармливают. Но мы сейчас с вами выходим как раз на красивый вид. Обязательно сфотографируйтесь здесь, когда будете в парке. А вообще, наша конечная точка, это кафе, которое здесь есть. Потому что кафе, ну, во-первых, они сами по себе очень симпатичные. И здесь можно прям почувствовать такой турецкий колорит. И заказать, например, лепешки турецкие, юзлюмы. Или чаечек просто. Или, может быть, что-то другое, что вам лично нравится. Вот это одно из кафе. Вот сейчас вот мы с вами видим здесь и площадка для деток есть. А вон само кафе, оно на самом деле очень большое. А если мы немножко с вами налево пройдем, там будет еще одно кафе. То есть даже если вдруг так получится, что здесь все будет занято, вы сможете в любом случае для себя место хорошее найти. И присесть к красивым видам. А вид тут просто шикарный. И отсюда реально видно вот тот район, который называется у нас Кони-Алты. Это вот с этой стороны и затем уже горы Кемера. А если бы еще была возможность посмотреть немножко дальше, как бы заглянуть, то мы бы увидели вот с этой стороны была бы Лара. Так, и вот, кстати, кафе. Тут немножко строительные работы на данный момент идут. Но я думаю, когда вы уже приедете сюда отдыхать, они наверняка закончатся. И парк будет еще симпатичнее, чем вот он сейчас, немножко в таком разобранном виде. Это все те же смотровые площадки в Карлолу-Парке. И уже вот с этой площадки хорошо виден порт. Ну или Лиман по-турецки, как это называется. Вот мы с вами туда еще пройдем. Ну, уже здорово, что отсюда его можно видеть. Сейчас мы с вами буквально ныряем в Калейче, прямо вот в старый город. Занырнем. И пока мы идем туда, здесь у нас начинаются вот те самые знаменитые мороженщики, которые продают то мороженое, которое называется Дундурма. Вот тут вот уже можно увидеть молодого человека, который вас будет зазывать всячески на всех возможных языках. Ну и, соответственно, показывать Миробаку, Ла-Ельсен, показывать всякие разные шоу смешные, интересные. Я тоже снимала как-то в описании. Я оставлю вам ссылку, чтобы вы посмотрели, какие они чудеса творят с мороженым. И это то самое мороженое, которое сделала из козьего молока. То есть это вот то самое настоящее турецкое мороженое, которое называется Дундурма. Вот поэтому, если вы его ни разу не пробовали, то либо здесь, либо мы сейчас с вами будем идти, вы еще увидите много других мест, где тоже работают похожие мороженщики. Тоже предлагаю Дундурму. Попробуйте обязательно. Надо хоть раз в жизни ощутить, что это за вкус такой козьего мороженого. Хотела вам еще рассказать про классные места. Я знаю два прикольных кафе. Одно из них это Мона. Вот прямо вот здесь оно находится. Видите, кафе примечательно тем, что здесь можно попить напитки с очень красивым видом. Вы прямо сядете, и там как на ладони будет весь город виден. Это действительно очень красиво. В плане кухни не сказала бы, что там что-то специфическое. Вид просто красивый. В основном в Мона именно напитки сервируют. А вот здесь еще есть одно местечко, которое называется Типси Олл Таун. Мы там пиццу ели, какие-то еще закуски. И там тоже наверху-наверху очень красивый вид открывается. Поэтому если перекусите что-то выпить, я вам рекомендую вот этот вот барчик. Не знаю, как его сказать. Бар, кафе, Типси. Теперь мы с вами проходим немножко дальше. Вот здесь можно, мне кажется, дать немного волю, что ли, своему внутреннему голосу. И просто пойти по этим улочкам туда, где вам хочется. То есть можете, конечно, пойти и по моему маршруту. Но, в принципе, калече здесь все со всем связано. И так, чтобы запутаться и прям никуда не прийти, в принципе, невозможно. Поэтому мы сейчас идем по вот тому маршруту, который для меня привычен. Но, в принципе, вы можете путешествовать сами, как вам здесь угодно, как самим нравится. Ну и, конечно, останавливайтесь и делайте красивые фотографии, потому что тут действительно фото-зона буквально на каждом шагу. Вон, ребята, знают толк. В фоточках вот видите, какое время. Как раз в прошлый раз я здесь показывала, что у нас есть красивая площадка смотровая с таким стеклянным полом. И она у нас появится буквально через 20 шагов, если мы с вами пройдем прямо. Но сегодня мы с вами прямо проходить не будем, потому что у нас немножко другой маршрут. То есть обязательно сфотографируйте здесь, если вы в первый раз. Мы с вами сейчас спустимся вот по этой лесенке. Вот прям с этой же площадки. Мы с вами идем, идем, идем. Она довольно, ну такая, не то чтобы сильно длинная, но и не очень короткая. И здесь действительно еще одно место, где очень классные фото-зоны. Вот как раз, смотрите, ребятки тут фотографируются так же. А мы просто спускаемся. Реально же здесь очень живописно. Есть такой тенечек приятный, можно даже немножко посидеть. Ну и в плане фотографий, конечно, классное место. Хоть сверху, хоть снизу, под любым ракурсом. У меня тоже с этого места есть несколько очень любимых фотографий, поэтому рекомендую вам обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, кстати, есть еще пляж, который называется пляж Мер Мер Ли. Вот он находится сейчас с левой стороны от нас. Если вдруг так получится, что вы будете у порта, и вам очень захочется прогуляться, либо вы вообще на весь день сюда приедете, то вот вам еще идейка о том, как здесь можно прекрасно провести время. Это платный пляж, то есть здесь мы платим за шезлонг, ну и можно заказать там дополнительную еду и напитки. Вот, а затем уже, если прямо пойдем, то будут классные фотографии на фоне маяка. Тоже у меня есть такие фотографии, вам советую. Ну и здесь можно спуститься вниз по вот этой лесенке и попасть в сам порт. Порт сам по себе место довольно колоритное, то есть тут и всяких можно попугаев увидеть, и каких-нибудь вот турок с бубликами и так далее. Но, честно сказать, это, знаете, такое место, ну, на мой взгляд, на один раз. То есть если один раз вы в порту побываете, не будет такого супер-желания еще раз сюда спуститься. Одного раза вполне достаточно. Также несколько раз спрашивали про кафе здесь. Я бы не рекомендовала, кстати, останавливаться здесь в кафе в любых, потому что слышала о кафе здешних вот именно здесь внизу, вот как раз кафе прямо будет перед нами, не очень лестные отзывы. Сама здесь ни разу я не ела, но доверяю своим туристам и думаю, что действительно тут что-то в плане, скажем, прибавления к цене, стараются что-то придумать. Поэтому, если вы думаете, где поесть, то лучше все-таки выбрать какое-то кафе наверху, в самом Калейче, чем вот здесь в порту. Ну, это тоже мое мнение, мой совет вам. Можете его придерживаться, этого совета, либо нет, смотрите, как вы сами почувствуете. И когда мы уже с вами прошли практически половину порта, то тогда с правой стороны от нас, вот сейчас я повернусь и покажу, здесь есть лестница, по которой часто говорят, что единственный вариант вообще подняться наверх, это вот по этой лесенке. Вот она такая довольно крутая, очень высокая лестница. Это мы с вами вернемся опять в центр в Калейче. А мы с вами сделаем немножко по-другому. Здесь есть такой еще ноу-хау, как лифт. Правда, иногда бывает так, что там довольно много людей, прям такая очередь-очередь, но несколько раз не попадалось. Очень здорово, когда вообще не было ни очереди, ничего. И буквально за 2 секунды я оказывалась наверху. Но в любом случае, если вам вдруг идти лень или вы уже устали, или еще что-то такое, да, то тогда, конечно, пользуемся лифтом. Лифтом, извиняюсь. Пользуемся лифтом. Вот его, кстати, отсюда видно. Вот тут. Сейчас попробуем. Вот тут он заканчивается. Мы с вами как раз туда и поднимемся. Так, а вот теперь запоминайте, как выглядит вход в лифт. Здесь у нас такое кафе небольшое. Оп, вот так вот мимо, мимо, мимо. Идем, идем, идем. Сейчас посмотрим. Попадем ли мы в лифт. О, видимо, попадем там не такая уж и большая очередь. Смотрите. Тут еще, кстати, надо быть умельцем, чтобы в какой-нибудь из лавочек по дороге что-нибудь не купить. А вот он у нас и лифт. Пишли и ждем. И вот, смотрите, в принципе, мы с вами поднялись очень быстро. И здесь у нас сразу бонус в чем, что мы прям видим Лиман, наш порт уже с другой стороны. Это очень красивая обзорная площадка. С этой площадки, в принципе, и начинается. Вот мой самый первый маршрут, который еще три года назад вам снимала. Он как раз вот отсюда у меня и построен. И, конечно, эту площадку нельзя обойти, потому что вот он весь город. Я еще помню, когда совсем маленькая, мне было 8 лет, мы приезжали в Анталию в первый раз. Вот именно здесь мы и смотрели на весь город. Это прям такой вот исторический вид, что ли. И на самом деле очень красиво. Здесь вот можно монетку одну лиру кинуть и посмотреть поближе на всю эту красоту. Смотрите. А мы вот сейчас с вами будем приближаться к площади республики. По-турецки это называется место Джумхурьет Мейданы. Я вам покажу еще одну обзорную площадку, которая тоже была в моем первом видео. И двинемся с вами дальше. Слышите звук? Сколько тут птичек. Если вдруг кто-то на голову накакает, то, к счастью, имейте в виду, я вот в кепке хожу. Вот на площади республики, обратите внимание, есть у нас памятник, опять-таки, Ататюрку. Даже можно его тут очень легко узнать, лицо рассмотреть. И затем у нас здесь с вами площадка обзорная, с которой мы очень хорошо видим минарет, который называется Ивли. Ивли переводится как резной. Если внимательно посмотреть на него поближе, то мы с вами увидим, что он действительно резной. И датирован этот минарет 13 веком нашей эры. То есть, очень такое, тоже древняя постройка, один из символов Анталии. Поэтому здесь тоже сфотографироваться нужно. И кроме самого минарета, мы видим с вами все крыши калейчи, такие кирпичные. Кирпичная желтая постройка, где-то беленькая. Но никакого другого цвета здесь не может быть, потому что нельзя ничего менять в калейчи. То есть, нельзя менять цвета крыш. Они могут быть только вот такими, как они выглядят сейчас. Ну и, конечно, очень красивый вид. На море здесь вот с семьями фотографируются. Тоже сделайте свое памятное фото. И теперь, ребята, отсюда нам очень просто и близко, и легко попасть на шоппинг. Не знаю, мне кажется, меня скоро уже обвинят, что я постоянно говорю о шопинге. Но это потому, что меня постоянно спрашивают о шопинге. Поэтому в каждую прогулку я стараюсь как-то объяснить вам, рассказать вам еще какие-то ноу-хау, да, как здесь, что купить, где купить, где выгоднее, где хороший большой выбор. И если вас, в принципе, шопинг вообще не интересует, то вот все, что дальше будет, мне кажется, минутки две, вы можете пропустить. Вот. А кого шопинг интересует, то внимательно слушайте, потому что отсюда мы с вами буквально за пять минут можем попасть в торговый центр самый большой в центре города, который называется Марканталия. Я его тоже на карту, естественно, нанесу. И, в принципе, любым путем, любыми улочками идите, и вы туда придете. И еще здесь есть интересная дорога, которая называется Копалы-йол, то есть закрытая дорога. Это улочка с магазинами. Я решила сделать целый выпуск про эту улочку и рассказать, что на ней есть, что на ней купить, почему именно на ней, что на ней есть интересного и выгодного по цене. И поэтому вот следующее видео, я обязательно ссылку в описании оставлю, будет конкретно про эту улицу, Ширамболь-йол или Копалы-йол. Ну, если вам не интересно, еще раз скажу, что пробегаем, тогда не смотрим. Ну, а если интересно, я уверена, нам будет интересно, то обязательно посмотрите этот выпуск. Так, и вот, ребята, ориентир вам сейчас покажу. Смотрите, вот мы с вами идем-идем, и вот отсюда, с нашего памятника Атилле, основателю Анталии, начинается Ширамболь или Копалы-йол. Вы не пропустите, потому что с правой стороны у нас Саат Кюлиси, это знаменитая наша башня с часами, вы ее 100% увидите, а с левой стороны, вот он у нас, основатель Анталии, где он у нас, между кустами запрятался, вот у нас основатель Анталии Атила. Значит, кто интересуется шопингом, смотрим следующее видео, а кто не интересуется шопингом, тоже думаю о вас, идем с вами дальше. Вот вдоль наших трамвайных путей, кстати, здесь по этим путям ездит трамвайчик ветки ностальжи, такой старый-старый трамвайчик, вдоль моря проложен его маршрут, очень красивый вид, мне тоже кажется, на нем можно разочек проехаться, чтобы колорит Анталии почувствовать. Ну, а мы с вами сейчас выйдем на улицу Ататюрка, это главная улица города, вообще любая главная улица в любом турецком городе носит имя Ататюрка, и вот мы сейчас как раз держим путь именно на эту улицу. Пока мы туда идем, здесь у нас несколько магазинчиков с разными сладостями, с вареньем, со специями, кожа меха, естественно, не обделили, да, вниманием, все здесь есть. И также здесь, на самом углу, всегда продают свежевыжатый сок. Когда вот мы с родителями гуляем по центру Анталии, мы всегда именно здесь покупаем, ну, место такое, что как-то гуляешь-гуляешь, здесь уже прям хочется что-то выпить охладительного, прохладительного. Поэтому тоже не пробегайте мимо, обязательно заправьтесь витаминами по дороге. Ну и, собственно, вот мы с вами вышли на улицу Ататюрка, и теперь мы с вами все время идем прямо, в принципе, хоть по левой стороне, хоть по правой. По левой стороне будет больше магазинчиков, ну, например, тут и косметика есть, и золото, парфюмерия какая-нибудь, сувениры. А с правой стороны здесь больше разных мест для перекуса, то есть всякие там донеры, какие-то сладости. Это вот если вы хотите что-нибудь поесть, то тогда идите вот с этой стороны. Вот и, собственно, пункт нашего назначения, куда мы все время шли с вами. Это ворота Адриана, это вообще первая визитка города Анталия. Вот они, ворота, которые, ну, на самом деле, аж первый век до нашей эры. Представьте себе, представьте себе, представьте себе. Вот здесь, конечно, обязательно сделать фотографии, побыть на этом месте, и отсюда вот можно пройти и опять вернуться в Калейче. Еще что хотела вам показать, и, ну, наверное, дать какую-то еще интересную идею о том, что вкусить, чтобы почувствовать саму Анталию. Это, конечно, интересное другое мороженое с халбой. Есть у нас здесь такое. Покажу вам сейчас место. Пока будете, кстати, идти, увидите несколько разных кафе, которые предлагают такое мороженое, но я вам покажу вот то место, которое я знаю, где я само мороженое такое пробовала. Вот мы сейчас с вами перейдем дорогу прямо вот к мечети. Хельваджи Али. Вот это вот небольшое такое местечко. Здесь я пробовала это мороженое с халвой. Очень интересный вкус. Оно само по себе такое, знаете, будет очень сладенькое. Это нужно иметь в виду. Лучше еще водичку к нему обязательно купить. И можно попробовать всякие разные. Здесь разные по размеру. Вот можно какое-нибудь маленькое взять, например, за 12 лир, а затем можно побольше размера, вот 25-32 лиры. И оно есть еще с шоколадом и с фисташками. Вот так выглядит это прекрасное место, поэтому захотите что-то интересного, аутентичного именно в Анталии, можно вот здесь продегустировать мороженое. Также здесь опять вот есть орешки, про которые я рассказываю видео про шерамполь, елка, полы ел. Там вот есть этот бренд, Туба называется. Я обычно покупаю вот орехи, когда нет возможности в 5-е Мигрос к любимым нашим байфестык зайти. Вот именно в этом магазине. Поэтому тоже имейте в виду, вот на этой улице от Аттюрка есть вариант закупиться орешками и турецкими сладостями. Ну и теперь, в принципе, мы с вами вот так будем прямо-прямо все время идти. и мы дойдем до нашего Карлолу парка, дойдем с вами до Мэрии и, в принципе, дойдем таким образом и до машины, которую мы с вами на паркинге оставили. Я весь этот путь я прям специально засекла и могу сказать, что пробежала я его за час. Но я дорогу знаю и я точно спланировала, куда я буду идти. Поэтому я думаю, что если как-нибудь медленно, не торопясь идти, то у вас весь этот путь без магазинов это будет часа наверное полтора, может быть час сорок, где-то так. Поэтому если вы еще день будете сидеть и что-то еще покупать, то наверное три, может быть три с половиной, четыре часа. Еще есть у меня такое вот пожелание, ну как бы мысль, как лучше сделать, это захватить закат. Потому что очень интересно, когда меняется день здесь на вечер, и огоньки загораются, и Анталия уже становится совсем другой. Поэтому хорошо где-то за часа два до заката начинать вот свою прогулку и как раз захватывать закат и потом уже тогда стемнеет час или два часа уже после заката солнца еще гулять. И тогда будет просто идеально, вы тогда увидите и в дневном свете, и в дневном свете и будет как раз не жарко. Потому что самый такой важный момент, даже вот осенью, вроде бы у нас сентябрь, но все равно еще довольно-таки жарко, и вот как-то в само пекло выходить совсем не хочется. Так что имейте вот эти все моменты в своей голове, гуляйте, экспериментируйте здесь, стройте свои маршруты. Конечно, жду ваши вопросы, пожелания, может быть, какие-то ваши идеи о следующих видео, потому что это видео я снимаю, то, что мои постоянные подписчики встречались со мной здесь, а тогда отдыхали. Это были Юля и Олег. Привет, ребята. Они мне сказали, Таня, ну обязательно надо переснимать, это не дело, что это все старые видосы, поэтому надо делать новые. Так что я делаю новое, я слушаю вас, прислушиваюсь, поэтому пишите ваши идеи, я буду вам только благодарна. Ну и, конечно, лайк за это видео, естественно, подписаться, если вдруг вы еще не подписаны на мой канал и на канал Бамбарбия ТВ, нас ждет очень много интересных всяких штук на обоих каналах, поэтому следите. Если не видели наши предыдущие видео, ребята, посмотрите обязательно, особенно, если вы путешествуете по Турции, у меня куча классных советов и идей для вас. Опять также напоминаю, что все нанесено на Google карту, скачивайте, естественно, пользуйтесь. Это самое главное, зачем я это все делаю, чтобы вы пользовались, чтобы вы отдыхали лучшим образом. Ну а теперь целую вас. Юрий Ширюз. О, помада осталась. Пока-пока.